Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы с вами услышим личное признание от первого лица, кто на самом деле мешал все эти 30 лет перемирию, возврату оккупированных земель и возвращению беженцев, кто препятствовал миру и выполнению резолюции ООН, и у кого были реальные возможности не допустить кровопролитную войну, вернуть оккупированные районы беженцев еще 26 лет назад и кто теперь перекладывает всю свою ответственность за это на Азербайджан. Российский дипломат Владимир Казимиров сравнил президента Азербайджана Ильхам Алиева с Гитлером и обвинил в срыве перемирия и в развязывании войны. И это обвинение не какого-то стороннего журналиста, а это обвинение человека, который был ответственным лицом и от которого зависел мир в регионе. Владимир Николаевич Казимиров – это бывший глава посреднической миссии России, полномочный представитель президента России по Карабахскому конфликту и соприседатель Минской группы ОБСЕ, а также заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации. Кстати, он, как и Ильхам Алиев, также закончил МГИМО, но, видимо, к процессу обучения не подходили по-разному. Статья бывшего соприседателя Минской группы называется «Кто сорвал в Карабахе бессрочное перемирие». Статья является, по сути, подписью и печатью под всеми нашими догадками и домыслами о том, почему Минская группа ОБСЕ почти 30 лет бездействовала, и почему не было никакого продвижения в переговорном процессе, и о том, чьи лоббистские интересы она обслуживала, и на какую сторону она работала, и почему земли Азербайджана были оккупированы и люди не могли вернуться на свои же земли, многих из которых уже нет с нами, и они никогда так не увидят свои родные края. Итак, начнем. Что новой войной сорвал перемирие 1994 года? Это вопрос вовсе не праздный, не плод любопытства. Необходима личная ответственность за срыв одной из сторон важнейшего документа о перемирии, конечно, за обилие жертв войны 2020 года. Имя виновного в этом должно войти в его биографию несмываемой черной краской на остаток жизни. Как бы не радовало подтверждение роли России как основного посредника в этом конфликте, как бы не напрягали задачи российских миротворцев и поиск транспортных развязок, не удастся обойти этот вопрос. Будто никакого нарушения и не было, были только его последствия. Несмываемой черной краской на остаток жизни. Видимо, бывший сопредседатель Минской группы просто ангел в оплоти. Так много он сделал на посту главы посреднической миссии, что при нем армяне и оккупировали чужие земли, и выгоняли все население своих домов, что за 30 лет не было никакого сдвига вообще, и ни один беженец не смог посетить свои родные места. Видимо, глава посреднической миссии навсегда запомнится нам как герой нашего времени. Почти всем ясен виновник. Глава Азербайджана Ильхам Алиев, главнокомандующий его вооруженными силами, виноват персонально. Можно ли тут выказывать безразличие, укрывая того, кто пренебрег на сей раз незаконным, но очевидной нормой отношений двух государств, признанной и Минской группой ОБСЕ и ООН? Когда выгодно, то заинтересованная страна сразу прикрывается нормами международного права. А почему тут нет ни одного слова об армянской стране? Четыре резолюции ООН требовали незамедлительного вывода всех армянских войск с оккупированных районов Азербайджана. Конечно, на это обращать внимание невыгодно. Теперь становится очевидно, что посредническая миссия была просто заинтересованным лицом, поэтому столько лет не было никаких сдвигов в переговорном процессе. «Как тонкая грань между миром и войной, документ о перемирии требует особой опеки. Он не просто важен, а почти свят. От его выполнения зависит жизнь или смерть тысяч людей, их судьбы и множество раненых, разрушения и мытарства войн. В современном мире срыв перемирия должен быть просто нетерпим, как преступление против соседнего, да и своего собственного народа». «Почти свят. Прям как отче наш. Такие громогласные выражения, только вот это все можно применить и к армянской стороне. О соглашении было о прекращении огня. О никаком мире не могло быть и речи, когда оккупант захватил чужие дома и выгнал все население, назвав это буферной зоной». Впрочем, сам Эльхам Алиев не раз прямо или косвенно признавал свои деяния и до и после новой войны. Десятки лет ждал официальный Баку удобного момента для реванша после неудач в войне. Его угрозы, силы и воинственные заявления не раз осуждались. На одном военном параде Алиев проговорился, война не кончена, будет продолжена. И помогала ему и торопила Турция. Обстановку в мире Баку и Анкара сочли удобной. Всюду пандемия США занята выборами. Россия событиями в Донбассе, Белоруссии и Сирии. При этом Анкара явно проигнорировала настоятельный призыв резолюции 874-884 СГООН ко всем государствам в регионе воздержаться от любых враждебных актов и от любого вмешательства, которые привели бы к разрастанию конфликта и подорвали бы мир и безопасность в регионе. Турция вмешивается, упорно лезет в дела за Кавказье. Возвращаясь к резолюции МООН, дипломат пытается все свалить в кучу. И что Азербайджан не соблюдал резолюции, и что еще Турция вмешалась и тоже не соблюдал резолюции ООН. Но описывая эти обвинения, нельзя не применить такое слово, как паранойя. Каким боком тут Турция-то вообще? Мало того, что Турция напрямую не участвовала в войне, а лишь поддерживала Азербайджан, так о ней вообще нет ни одного слова в резолюции ООН. Она вообще никаким боком не имеет отношения к переговорному процессу. С такой же логикой можно обвинить и Россию в нарушении резолюции ООН, так как именно Россия поставляла оружие Армении, которым она потом обстреливала мирное население Азербайджана. Три стороны Карабахского конфликта негладко, но все же 26 лет соблюдали перемирие с 12 мая 1994 года. Глава Азербайджана Гейдар Алиев лично повелел тогда подписать его. В дату ухода отца из жизни Ильхам Алиев воспевал его как общенационального лидера и великого деятеля. Но того величия явно не хватило на соблюдение одобренного отцом перемирия. О каком перемирии может идти речь, когда армянская страна как со стороны азербайджанского Карабаха, так и со стороны континентальной Армении, то есть чужого государства, обстрелила азербайджанскую территорию и мирных граждан? Видимо, о таузских событиях ничего не слышали. Или просто невыгодно говорить вслух. Здесь много политических терминов. Нам стоит тоже добавить и наш термин, описывающий все это. Этот термин – международный терроризм. Привет Раику Рутюняну. В первой резолюции 822 Совета Безопасности ООН армяне заняли два района Азербайджана, в 4-й 884 уже 7. Совет Безопасности ООН не мог больше позорить себя решениями по Карабаху. Все 4 не выполняла Азербайджанская республика. Пытаясь дожать армян силы, Баку пренебрегал требованиями Совета Безопасности немедленно прекратить огонь, военные действия, акты враждебности. И вскоре стал терять район за районом. Армяне, пользуясь этим, не спешили освобождать земли. Провал наступления Азербайджана в конце 1993 года. Упорные бои весной вынудили ее к маю 1994 года идти на перемирие. Алиев винит армян и в затяжке оккупации. Но память и на отказ Азербайджана от референдума о статусе Нагорного Карабаха. Баку и не надо столько демократии. Разве Алиев не понимал тогда, что Казань затянет переговоры еще лет на 10? Опять какая-то мешанина, множество манипуляций и все в одну кучу. Давайте по порядку. Бывший глава пострельнической миссии сам признает, что армяне оккупировали земли Азербайджана и добавляет, что все это происходило в течение 28 лет. Далее автор утверждает, что все четыре резолюции ООН не выполняла Азербайджанская республика. А потом, пренебрегая требования Совета Безопасности, стала дожимать армян силой, теряя район за районом и в итоге пришлось подписать перемирие. А значит, что все это заслужено и виноват только Азербайджан. А потом Азербайджан еще и отказался от референдума о статусе Нагорного Карабаха. То есть, по логике автора, если бы Азербайджан не подписал прекращение огня, то армяне дошли бы и до Баку и захватили все вполне справедливо и согласно резолюциям ООН. И в итоге весь Азербайджан вошел бы в состав так называемой НКР, либо целая страна стала буферной зоной, что означало полное изгнание всего азербайджанского населения из Азербайджана, и в этом был бы виноват только Азербайджан. Но это же полный бред и маразм. Это просто паранойя. Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана, как и Баку. И если террористы захватывают власть в каком-либо субъекте страны, то государство-народ имеет полное право освободить власть от оккупантов. А насчет референдума, то референдум по закону должен происходить не в так называемой НКР, и тем более не на территории иностранного государства Армении, а должен происходить на всей территории Азербайджана. А на это никто из сторон не соглашался. Жаль, что азербайджанцы и армяне в регионе конфликта, в отличие от России, не спешат улучшить отношения между собой, что идет в мину с обоим народом. Но от этого до права развязать новую войну, огромная дистанция, а оккупация устранима взаимными уступками на переговорах на основе резолюции Совбеза ООН без жертв. Даже при нынешнем уровне цивилизации это достижимо. Да одна ли для этого война лишь тем, кто не очень разборчив. Встречный вопрос. А вы, господин Владимир Николаевич, что-либо сделали для реализации этих резолюций? Вы вывели оккупационные войска с территории Азербайджана? Вы вернули беженцев на свою родину? Легко перекладывать ответственность на кого-либо там, вместо того, чтобы признать собственное бездействие и работу на определенную сторону? Вы своими словами сейчас сами признались, что вся минская группа ОБСЕ, миссия посредничества, это все была фикция. Передвзятая политика, направленная на защиту интересов лишь одной стороны. И знаете, судя по итогам 30 лет, сам собой напрашивается вывод, что все именно так и было. В этом конфликте было слишком много инцидентов. Красноречиво и само начало войны 6 утра, но не в будни, а в воскресенье 27 сентября, чтобы затруднить противнику мобилизацию. Именно в воскресенье 22 июня 1941 года Гитлер напал на СССР. Случайно ли это сходство? Не стыдно ли при нем нападение на Нагорный Карабах величать отечественной войной? Кроме этого, ряд оговорок Ильхама Алиева лишний раз показывают, кто затеял вторую войну. Так он оспорил, что этот конфликт не решит силы. Мы доказали, что это не так. Или Азербайджан урегулировал его силовым путем и политическими средствами? Вы ничего не доказали. Извиняемся, но вы и ваши коллеги протирали штаны 28 лет, работая на определенную сторону. За это время вы ничего не сделали. Вообще ничего. Просто ноль. А сравнить начало войны Ильхама Алиева с Гитлером это просто куром на смех. Знаете, дней в неделю всего 7. И как раз таки армянская страна начала очередной обстрел мирных жителей в воскресенье. Это было последней каплей терпения Азербайджана. Именно благодаря вашему бездействию это и произошло. А если говорить о Гитлере и нацистах, то это в Армении, а не в Азербайджане, в самом центре столицы стоят памятники нацистам и тем, кто сотрудничал с Гитлером. И армяне считают их героями. А также именно в Армении, а не в Азербайджане, террористическая нацистская партия Дашнаков является легальной. Но вы это не упоминаете. Но дальше уже нет смысла разбирать статью. Так там идет уже повторение изложенного и дополнительно мешанина из различных ярлыков и брюзжания слюной. В заключении можно сказать. Мы очень уважаем возраст и при всем уважении никоим образом не хотим вызвать непочтение к нему. Но когда человек в столь преклонном возрасте, напрямую ответственный за происходящее событие, начинает намеренно обвинять лишь одну сторону и выгораживать другую, это говорит лишь о непрофессионализме и привзятости политика. Своими словами Владимир Казимиров сам поставил подпись и печать под всеми нашими догадками и домыслами о посреднической миссии и о том, почему 30 лет земли Азербайджана были оккупированы, и почему 30 лет люди не могли вернуться на свои же земли, и многих из которых уже нет с нами, и они никогда так не увидят свои родные края. Именно из-за таких однобоких и проармянских политиков и журналистов произошли такие события. Если бы такие, как Владимир Казимиров, реально были бы непредвзяты и заинтересованы в мире, то они бы заставили армянские войска покинуть оккупированные земли и вернули бы свои дома беженцев, и не было бы никакой войны и трагедий. Но именно из-за политической коррумпированности и прогибания под лоббистскими интересами эти люди повинны в продолжительной оккупации и в коропролитной войне, в несчастьях и горе беженцев, которые так и не увидели свой дом. И возможно, чтобы хоть как-то себя оправдать на старости лет в глазах людей, обвиняет во всем Азербайджан. Но все тайное в итоге всегда станет явным.